Аппаратные совещания – важная часть повестки рабочей недели администрации района. На них вся команда главы муниципалитета может обсудить самые важные темы, отчитаться о проделанной работе и выбрать стратегию дальнейших действий. В объектив внимания на последнем аппаратном совещании попали вопросы собираемости налогов, работы с обращениями граждан и ряд других. Подробности в первом материале выпуска. Налоги – основа экономической стабильности территории и залог комфортной жизни населения. Потому и вопрос их собираемости – это тема, которая находится на особым контроле у главы района Романа Синеговского. Как отметила на аппаратном совещании заместитель главы, начальник финансового управления Валентина Пахарь, за 9 месяцев 2017 года консолидированный бюджет края Славянский район собрал более 2 миллиардов рублей, что составляет 68% от плана. При этом темпы поступления доходов к аналогичному периоду прошлого года составили 108,9%. В бюджет Славянского района за этот же период поступило более 578 миллионов рублей, что составляет 72% от запланированных. В текущем году срок уплаты имущественных налогов установлен 1 декабря. Доходы поселения, начиная с июля месяца, после начала рассылки налоговых уведомлений, стали пополняться земельным налогом и налогом на имущество физлиц. Не только за счет покажения старой задолженности, но и за счет текущих платежей. В 2017 году сумма начислений по этим налогам составила, ну вот по налогу на имущество 47,6 миллионов рублей против 41 миллиона, начисленных в 2016 году с ростом на 14%. По земельному налогу начислено к уплате 93 миллиона рублей против 82 миллиона в 2016 году с ростом на 12%. Работа по снижению налоговых задолженностей – это большой пласт деятельности, которую проводят финансовые управления и главы поселений района. На совещании отметили, что за последнее время эта работа была с максимальной эффективностью проведена в Рисовом, Коржевском и Анастасиевском сельских поселениях. Недоимка в консолидированный бюджет края составляет более 152 миллионов рублей. 40% этой суммы – недополученные имущественные налоги. Глава района поставил задачу объединить усилия представителей налоговой инспекции, судебных приставов и глав поселений для того, чтобы максимально снизить планку задолженностей. Ведь для района и края в целом эти средства – залог социальной стабильности. Косвенно с вопросом налоговых поступлений связан и второй вопрос, который рассмотрели участники аппаратного совещания. Это вопрос по работе администрации с письменными обращениями граждан. Начальник отдела по работе с обращениями Ольга Пронина отметила, что за 9 месяцев 2017 года администрация района получила более 1700 обращений по разным каналам обратной связи. Более 700 из них – письменные обращения. Все они поставлены на контроль. Приоритетными темами вопросов являются жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и социальное обеспечение. В меньшей степени люди обращаются по вопросам земельных отношений, здравоохранения, транспорта и связи. Количество обращений из Славянского района составило 1,82 на тысячу человек населения. В адрес губернатора две средние краевые показатели – 5,63. Такая тенденция говорит о том, что население доверяет решению своих проблем местной власти и находит отклик. Показатель у нас хороший, но все равно мы должны, вот, еще раз, ложка деки, вот, испортить бочку. Мы постоянно должны за этими делами слить. Кроме того, на аппаратном совещании рассмотрели вопросы, которые касались исполнительской дисциплины по работе со служебной корреспонденцией и итогов подписки на периодические издания на второе полугодие 2017 года. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».